Вот оно, вот. И деньги потом нашлись, она сама это подтвердила. Я с сыном живу, ему сейчас 20 лет, а тогда в девяносто первом было шесть. В конце девяностого от меня ушла жена, ну, сбежала с одним в Штаты, ну, бросила и бросила, хрен с ней. Конечно, пацан переживал, но я ему объяснил, что просто мама уехала надолго, он еще обязательно ее увидит. Мать за ним там, моя мать присматривала. Я уж в то время на тачку пересел и бомбил вовсю. О семье даже как-то и не думал. А тем более, для бомбилы бабы не проблема. Ну, тут как-то села одна, в общем, разговорились слово за слово. Вроде так не красавица, в общем, пару раз с работы забрал, стала она с нами жить. Мне от нее много не надо было там пожрать, постирать пацана в школу. Ну, и она вроде как к нему тоже с лаской. Коля Николашин. Убей. Не помню, как это все началось-то. Стала она мне рассказывать про мальчика моего. Ну, так то он не то сделал. Там на беда курил. Ну, я зову его, говорю, было. Он смотрит на меня, улыбается, говорит, было папа. Только глаза прячет. Ну, наказывал я его там. И вот как-то уж достала, не помню, что она мне такое рассказала. Ну, достала прям планка. Бабах такой, как пелена на глаза. Я подорвался в спальню ночью с волокого с кровати и кулаком, кулаком. Она молчит. И вдруг у нее кровь носом пошла. Она как заорет. Убийца, убийца, ребенка убивают. И поехала. Я его бью. Как кровь, она в крик. В общем, как-то жестко все пошло. А мальчик мой, он как-то уже, как будто и ждал этого всего. Он лучше не плакал. Только вот моргает все время и улыбается. Часто-часто так молгает и говорит, что он не плачет. Не плачет. Я его бью. У него лицо в крови. А он моргает и улыбается. Моргает и улыбается. Что-то ночь у меня разбудила. Слышу, вода в ванной льется. Захожу, он просто не стирает. Ну, в общем, обмочился он во сне. Пацан. Так прижал ее к груди в угол, забился. Смотрит на меня и улыбается. Улыбается. Моргает и улыбается. Домой прихожу, он как будто уж виноват передо мной. Вот смотрит, улыбка вот эта вот так вот. Смотрит и вроде же я прав. А в душе он внутри как-то, как будто меня кто-то палачом над собственным сыном назначил. Ну, это вот родила она. Тоже пацана. Года четыре ему было, что ли. Так он на моих глазах что-то нашкодил. Ему легонько так, под затыльника. И вот ба-бах! Бог уберег. Я чуть-чуть. Отсолонился. Вот в сантиметре. Утек в стену. Ее. Я своего луплю. А как ее коснулся, так она меня чуть не убила. Ну, поехала она с малым. К родственникам в Тамбов. У меня начной вызов. Я уже от дома отъехал, еду и как крутануло. Прям как зашиворот, кто взял. Я разворачиваюсь домой. Смотрю, в окнах свет. Я кинулся в квартиру. Туда-сюда, нигде нет. Три часа ночи. Слышу шорох в шкафу. Открываю шкаф. Он там в шкафу сидит. Улыбается и на меня смотрит. И воркает так. Воркает, воркает. Часто-часто. Я его, говорю, сынок, ты че? Шкаф его достал, прижал к себе. Он ко мне так прижался. Смотрит на меня, улыбается, моргает. И правую руку вот так вот за спину прячет. Я говорю, сынок, вот что там? И руку, руку вот так вот беру. Руку, и ты... А там петля. Петля из моего ремня. Я знаю, что там было на моем лице. Так он схватил меня, так он прижался ко мне. И шепотом-то говорит, папа, не надо, папа. Папа, не надо, не надо. И без конца вот это не надо, папа, не надо. И улыбается. Улыбается, говорит, папа, не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok